Был дом твой, а стал мой. В Украине резко возросло количество афер на рынке недвижимости. Киевская полиция задержала банду из 10 человек. Всего за два года мошенники продали 35 чужих квартир. Какие схемы используют преступники и как себя от них защитить, расскажут наши корреспонденты. К выбору недвижимости аферисты подходили тщательно. Долго изучали ее историю, отбирали лишь те квартиры, в которых никто не живет. Либо хозяева умерли, или уехали за границу. Сейчас преступники задержаны. Надающие подробный документ до нотариуса, они совершили регистрацию права властности на квартиру. После чего совершили фиктивную угоду между собой, между членами злочинной группы. И в дальнейшем продавали ее добросовестному набавочеве. Но другие мошенники продолжают действовать. Людмила Бернацкая проживает в частном доме на Овруцкой. Более 40 лет. Вырастила здесь двоих дочерей. А летом этого года аферисты едва не выбросили женщину на улицу. Я варила варенье. Вдруг слышу резкий стук в дверь. И двери начали выламываться. На основании поддельного акта о реализации имущества с торгов мошенническим путем было переоформлено в государственном реестре права собственности на недвижимое имущество на землю за неизвестным нам человеком, который родом из Сумы. После этого женщина оказалась на больничной койке. Огромный такой амбал меня взял за руки и начал тащить. Я начала кричать. Они закрыли мне рот и вытолкали за территорию всего этого здания. Да, инфаркт. Вот я получила инфаркт. Все аферисты используют одну и ту же схему. В 2009 году в Украине был введен электронный реестр прав собственности на недвижимость. Но в БТИ не спешили вносить туда информацию. В результате часть приобретенной до 2009 года недвижимости в базу попросту не попала. Вот мошенники и заполняют реестр поддельными документами. Особенно много таких случаев в столице. Киевская БТИ максимально оттягивала срок подключения к этому реестру, потому что не хотела терять свое монопольное право на информацию о праве на недвижимость и праве регистрировать ее в своих книгах. Опытные нотариусы могут даже интуитивно распознать фальшивые документы. Но иногда это не под силу даже им. Специалисты советуют. Если вы не хотите проснуться однажды утром и узнать, что ваша квартира продана, то лучше обратитесь к нотариусу и проверьте данные в реестре недвижимости. Юлия Жешко, Инна Золотухина, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.